Компетенция «Туризм» Компетенция «Туризм» Компетенция «Туризм» Компетенция «Туризм» К этой же ветке относятся и учащиеся колледжи. Вторая ветка «Вузовская» предполагает участие обучающихся по очной форме обучения в структурах или подразделениях вуза по программам среднего профессионального образования, бакалавриата или специалитета. При организации конкурсной площадки по компетенции «Туризм» необходимо строго соблюдать требования стандартов WorldSkills. Что же относится к этим стандартам? Прежде всего, это техническое описание компетенции. Сюда же входит конкурсное задание, инфраструктурный лист, Skills Management Plan и план застройки. На конкурсной площадке присутствуют главный эксперт, заместитель главного эксперта, эксперты-компатриоты, которые сопровождают команды, и чаще всего именно они являются тренерами команд, и также независимые эксперты, которые являются представителями отрасли или индустрии туризма и гостеприимства. Конкурсное задание традиционной чемпионатной ветки регионального направления включает 6 модулей, которые вы видите на экране. Модуль А – оформление и обработка заказа клиента по подбору пакетного тура. Модуль С – разработка программы тура по заказу клиента. Модуль Д – разработка и обоснование нового туристского маршрута. Модуль Е – технология продаж и продвижение турпродукта. И два модуля Б и Ф – это модули спецзадания. Как видно, каждый модуль имеет свою весовую категорию, и общая сумма баллов 6 модулей составляет 100. Как мы можем увидеть на сайте WorldSkills, конкурсное задание в вузовской ветке включает всего 4 модуля. Вы тоже можете их увидеть на экране и обратить внимание на то, что общая сумма баллов данных 4 модулей составляет также 100 баллов. Как же проходят сами соревнования по компетенции туризм на чемпионатах WorldSkills? Прежде всего, подготовительным этапом является день С-1. В этот день эксперты обсуждают критерии оценки конкурсного задания, уточняют их, можно внести 30% изменений. Участники знакомятся с конкурсными местами, конкретными критериями оценки, с оборудованием конкурсной площадки. Также всем участникам на руки выдается программа проведения чемпионата с конкретным таймингом. В этот день, как правило, происходит жеребьевка выступлений, распределение экспертов по модулям и распределение экспертов по судейским ролям. Заканчивается день С-1 подписанием протокола о блокировке критериев оценки. Далее, в течение трех соревновательных дней, а для вузовской ветки в течение двух дней, конкурсанты выполняют задания модулей. Как правило, один модуль реализуется до обеда, второй после обеда. Эксперты оценивают выступления команд и ставят свои оценки в ведомости. Все ведомости в конце дня заносятся в систему CIS. По окончании работы конкурсной площадки все внесенные оценки блокируются. Каждый эксперт-компатриот знакомится с ведомостями своей команды, проверяет правильность внесенных оценок и подписывает ведомости своей команды. Главный эксперт конкурсной площадки подписывает все оценочные ведомости. Итоги работы конкурсной площадки, как правило, озвучиваются на торжественном закрытии чемпионата, где оргкомитет вручает дипломы и призы. Уважаемые эксперты и конкурсанты, надеемся, что представленная информация образовательного цикла комьюнити была для вас полезной.